Специалистам придется пересмотреть меры безопасности не только в метро. Способы решить существующие проблемы защиты важных объектов и предотвратить появление новых обсудили на седьмом международном форуме безопасность на транспорте. Только за прошлый год в северо-западном регионе прокурорские проверки выявили более 1300 нарушений. Это и малая численность, и недостаточная квалификация сотрудников служб безопасности. Кроме того, по словам специалистов пересмотреть придется и технические системы защиты. В частности, в аэропортах необходимо устанавливать оборудование для распознавания лиц в принудительном порядке. Такое предложение по окончанию форума специалисты по безопасности внесут на рассмотрение законодателей. Несмотря на то, что событие произошло в метрополитене, мы будем его все равно проецировать и на другие виды транспорта, и на авиацию, и на морской речной транспорт, и на автомобильный транспорт. Мы прекрасно понимаем, что безопасность носит комплексный характер. И если у нас где-то есть слабое место, то террористическая угроза перейдет туда. Она будет переходить с одного вида транспорта на другой. Итогом форума станет общественная резолюция. В ней участники отразят свои предложения по изменениям законодательства и государственной политики в сфере обеспечения транспортной безопасности. Документ направят в профильные министерства.